Это проблема созависимости. А давайте возьмем быка за рога и скажем, а почему вы не смогли их привезти, потому что вы их не смогли убить гильд. А вот смотрите, это они все знают, на самом деле не так. Значит, ваша задача, прослушив, получив вот эту информацию, вооружившись этими знаниями, вы сейчас сможете их зацепить и найти, как это сделать. Поэтому эта проблема созависима. И мы действительно приглашаем людей, которые не пьют и не курят. На самом деле у них, допустим, нету потребности, нету привычки в употреблении спиртного и курения, но у них и осталась программа. Она сидит. Да, вы неактивные, вы застабилизировались, но наступит у вас время, какой-нибудь экстремальный вариант, родственник умер. К примеру, я из жизни говорю, вы сорветесь, все равно пригубите. А вот точно сказать, что трезвенником может считаться только тот человек, который сознательно отказался от алкоголя, от табака, и не просто сидит, свою, как говорится, дудочку дует и все. А настоящий трезвенник, он еще и другого тащит за собой к трезвости. То есть он активную роль выполняет. Вот что все дело. Поэтому, пока вы не поймете вот эту вещь, что надо вам еще и от программы своей освободиться, даже если вы не пьете, не курите, еще программу надо убрать, потому что она в вас заложена в детстве. Все 100% людей, по-хорошему, должны через это вот проходить курсы Шичко. Почему? Потому что мы все 100% запрограммированы. Потому что мы телевизору подвигаемся постоянно, нам через газеты, через книги, через журналы. Нам постоянно это все вбивалось, вбивалось десятилетиями. Вот я вам один пример приведу. Помните, в советское время был везде такой лозунг? Да здравствует героический рабочий класс. Ну так, к интеллигенции такой, а колхозникам как, такое снисходительное, а колхозник и шляпа типа такой. Ну и что мы видим сегодня? Слушай, рядом людей спроси, а что мы можем? Да мы мошки, мы только ждем кормежки, мы люди маленькие. А я вам скажу, один человек, патриот настоящий. Если один, это не два. А, вот трое, скажем, слабых, могут заменить одного сильного при подъеме, скажем, какого-нибудь груза. Вместе выложатся и сделают. А что касается проблемы трезвости, тысячу болтунов не замеет одного настоящего патриота, который горит и который вверх, вперед, так сказать, толкает. В этом вся проблема. Поэтому мой вам совет, сейчас вы не можете пока их привезти, но у вас сейчас есть выход на нас. Вы можете в любом городе найти этих людей. Выходите на сайт, приезжайте к нам на озера, укрепляйтесь и найдете вы этот путь. И самое главное, не отпускайтесь, потому что на вас лежит ответственность. Если вы их не вытащите, уже их никто не вытащит. Вот в чем все дело. И вы должны их вытащить. Вы поставьте перед собой эту цель. Пусть она маленькая в масштабе страны, но для вас, скажем, для вашей семьи это огромная цель. И надо обязательно верить в том, что это произойдет. Я всегда говорил и говорил, я доктор, если болезнь, если больной, я-то как врач, я обязан его спасать. Но если больной теряет дух свой, значит, руки опускает, я уже не смогу ему помочь, потому что они вместе объединились с болезнью, и они одолеют меня. Поэтому моя задача, я и так и всегда говорю, когда я ушел от пациента, я говорю, ну и как, полиграция стала, спасибо, доктор. А здесь я еще раз подчеркиваю, нужно иметь нравственные основания для этого. Поэтому вот к вопросу о культурном ПТИ еще раз вернемся. Скажите, я бы мог говорить так пламенно, яростно, если бы я хотя бы чуть-чуть пил? Вот представим себе на момент, сидит ребенок, а он сосед мой. Он скажет, Валерий Иванович, что там лукавите? Да я видел, как вы на Новый год две капли вылизывали этого коньяка. Ну и что, что мой отец раз в день выпивает жилку водки? Вы-то ведь тоже пьете, вылизываете в году, один раз в году на Новый год две капли коньяка. Вы все равно пьете, вы не имеете морального права говорить нам о трезвости. Вот в чем все дело. Поэтому нужны вот такие пламенные люди. Когда они сделают трезвость, это пойдет. А кто это дело сейчас проводит? Если Владимир Владимирович Путин бокалы поднимает, спортсменов встречает, ветеранов и все прочее. Где это проблема? Я готов сказать это напрямую. Я должен обратиться к вам, уважаемые зрители. Я так и скажу, если дастся возможность. Примите для себя трезвость. Примите сухой закон для себя, без всяких чиновников. И вы выживите в это непростое время. Вот так надо ставить вопрос.